На этом выставочном стенде только изданные на Алтае книги. Почетное место среди них занимают новинки – страницы бийской летописи и страницы бийской истории. Одна из них уже получила постоянную прописку в Центральной библиотеке города, о чем говорит номер на обложке и печать на титульном листе. Книги увидели свет по издательской программе Демидовского фонда «Наследие». Мы переработали, изучили три летописи, изданные в городе Бийске разными авторами, в разные годы и сделали собственную редакцию, убрав на наш взгляд лишнее и добавив то, чего на наш взгляд там не хватает. В здании впервые систематизированы по хронологии и теперь уже окончательно вписаны в историю бийского события 21 века, вплоть до 2020. Второй том в этом – двухтомники, страницы бийской истории. Немного иной взгляд на происходившее, более личный. И это, по мнению издателей, настоящая находка – иллюстрировать исторические факты художественной литературы и поэзии. Кстати, все произведения основаны на реальных событиях. Книжные фонды Бийска постоянно пополняются. Только в прошлом году в библиотеке поступило почти 500 краеведческих изданий. 21-й также начался с поступлений. Кровеведческая книга всегда пользуется популярностью у наших читателей, потому что эта книга о нашем крае, о нашем городе, о его истории, культуре, развитии, науке. И, конечно, она всегда популярна у читателей. Вот сейчас наши читатели могут познакомиться с теми книгами, которые изданы у нас в Алтайском крае и у нас в Бийске в 2020 году. Работа над бийскими страницами будет продолжена. Но уже после выхода книг в свет выяснилось, что барнаульские историки готовы поделиться фактами об осторожно-крепостном историческом периоде нашего города. Пока мы издали 500 экземпляров, потому что мы предполагаем, и мы передали свои книги в библиотеки города, включая школьные библиотеки. Потом мы предполагаем, что мы каждый год будем переиздавать с добавлением хотя бы раз в два года, попалдять эту летопись. То есть мы берем наиболее важные события, факты. А сегодня Виктор Буланичев представил еще две книги, тоже страницы, только уже сибирской истории. В них подробно в деталях отражена роль Алтайского края как части Сибири. Библиотекари уверены, новинки обязательно будут востребованы бийскими читателями. Марина Волкова, Андрей Сигаев, Будни.